Друзья, всем привет! Вы на канале Кленликар. У нас работа кипит, очередное закрытие заказа для нашего клиента из республики Беларусь. При том, что мы ему уже искали как-то машину и тот поиск занял практически больше года. Больше года. Ссылочку на видео предложу сюда подробнее, почему так произошло. Смотрите в том видео, кому интересно. Сижу в автомобиле Renault Сандер СТФ 2014 года. После одного владельца обслуженный хороший автомобиль. Че, кофе ПТС, да? Угу, 14-й год. А куплен когда? С 14-й эксплуатации? 27.08.14. Выбан ПТС. Так, а куплен? А эксплуатацией автомобиль предался. Предался ли? Предался. 11-й месяце 18-го года. В конце 14-го года начали эксплуатировать этот автомобиль. Получается за 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й год 5 лет. На нем проехали 129 тысяч километров. 129 тысяч километров. По 25 тысяч в год. По 25 тысяч в год обычный городской пробег. Я сейчас хочу акцентировать ваше внимание всех тех, кто когда-то покупал, искал или ищет себе Сандера. Обратите, пожалуйста, внимание. У этого автомобиля 129 тысяч пробега. Для многих он покажется немаленький, но посмотрите на состояние органов управления. Давайте так. Вот руль. Ручки переключения лампочек. Тут, видите, не стерто у нас изображение. Дворники. Строчка. Строчка. Да, они в лохмоте не разодраны. То есть, не стерто кожа на ручке. Не затерты кнопки и так далее. А теперь, те, кто ищет себе такой автомобиль, обратите внимание на рынке, когда вы видите машину с пробегом до 100 и салон просто в хлам. Вот тут вы задумаетесь, какой там реальный пробег. Что у нас в этом автомобиле? Противотуманки передние и задние, да? Да. Подогрев сидений есть, передних есть. Кондиционер, да. Стеклоподъемники как передние, так у нас и вот задние. Конечно, просто ужас какой-нибудь. Ну, что здесь вращение? Ладно. Запирание задних стекол есть. Электрорегулировка зеркал есть. Розетку добавили. Механика на месте. AUX и USB. Смешно, да? Правда, в такой момент. То ли еще AUX и USB есть. Просто говоришь, что здесь есть AUX и USB, и как бы, блин, и смотришь на Prologer. И фрешку можно с блюпупом вставить. А тут блюпуп есть разве? Нет, вряд ли. Не, блюпупа тут нету. В общем, суть в чем. Это 2014 год и это 375 тысяч рублей. Прекрасное техническое состояние. Если рассматривать себе как первый автомобиль, либо вот хороший поджопник, который не будет требовать вложения, мне кажется, это один из идеальных вариантов. Не согласны со мной? Напишите в комментариях, а что можно купить за 370 тысяч. Ну, вот такой же плюс-минус свежести, чтобы машина была не 10 лет, чтобы с пробегом не 200. А еще сейчас мы выйдем, и вы узнаете, что это не просто Сандера, как он сказал, а Stepway. Ох, ох, ох. Кстати, тут еще зеркала. Ой. А вот там есть зеркало. Так, окей, погнали. Должен отметить, что на бюджетных машинах это важно. Здесь 4 динамика. Здесь хорошая для своего класса музыка. Это Сандера Stepway отличается у нас интересным пластиковым обвесом, красивыми порогами, рейлингами. Единственный минус по этому автомобилю это то, что не помыли противотуманки. То есть машина, в принципе, этот автосалон, он не готовил к продаже ни в салон, ни внешний. Ее не делали с ней ничего. Поэтому, видите, на противотуманках засохшая грязь. Ну, так как это стекло, оно греется и так далее, вы понимаете. Резина. Резина у нас зимняя, шипы все на месте. Видишь дату? 14-й год, обратите внимание. 14-й, мать его, год. Шипы на месте. Ну вот, одного нету, двух нету, ладно. Тем не менее, протектор еще остался, покататься можно. По кузову все в родной краске, никаких сколов, царапин, затертостей, притертостей. Ничего нету, что говорит действительно об очень бережной эксплуатации этого автомобиля. Да что вы у сколы? Я вам покажу, что салон целиком. Смотрите, дверные карты. Задний ряд сидений. Тьфу, задний диван, короче. Видите, эту машину не мыли. То есть там есть песочек под ковром, чуть-чуть пылинки какие-то и так далее на ручках. Машину не готовили, но состояние для 130 тысяч, ну реально очень крутое. То есть я люблю, когда машина в таких станет, ее не обломно покупать. Ее действительно будет с нее приятно садиться и ехать. Сук! Слышь? Сук! Ладно, погнали. Дальше. Ааа, здесь... Здесь пол. Я понял, я имею в виду, что у нее колесо-то снизу. Ну, багажник как багажник, ничего особенного. Лампочка горит, это горит. Слушай, а заведи, посмотри, я быстренько пробегусь. Снизу, из боков. Снизу, из боков? Че? Есть рейлинги. Да я уже сказал про рейлинги. Смотрите, остекление практически все оригинальное, кроме одного момента. Лобовой его меняли в 18-м году, возможно в 19-м, но стекло 18-го года. Но заметьте, человек стал оригинальное стекло. Черт побери, на эту машину не жалели денег. Можно было поставить Китай, поставили оригинал. Оно уже стрещено и все равно придется менять. Ну, прекрасно, просто прекрасно. А сзади? Мне просто интересно, а на нем подсветка номера горит или нет? Да, горит подсветка номера. Ну, просто вышка. Чтоб вы понимали, почти на всех автомобилях, которые мы смотрим старше 3-х лет, уже ни у кого не горит подсветка номера. Пара. А здесь горит. Поворотчик вот запотел. Не придирайся. Так, я, кстати, не обманул насчет пробега, правильно? Я не обманул насчет пробега. 129-120. Этот автомобиль проверялся и искался нашим экспертом Максимом, после чего, когда эту машину забронировали, было принято решение уже нашего клиента выезжать покупать ее. Вчера приезжал Михаил, провел полную перепроверку. Загоняли сюда же. Спасибо Аутлету за предоставленный подъемник. Здесь же все сразу допроверили. Действительно живая, классная машина. В хорошем техническом состоянии и с приятной ценой, что немаловажно. Кстати, а вот это я обманул. Вот есть одна царапина. Вот это я обманул. Не увидел, когда пыль была. Я даже не знаю, что еще рассказать. Машинка простенькая. То есть большинство, кто смотрит наш канал, наверняка сейчас, ну, в принципе, не включали это видео, потому что видят, что у нас на картинке. Либо сразу переплевали, сказали, да ну нахрен Сандера. Друзья мои, в связи с тем, какая складывается ситуация в стране, очень скоро, все больше людей, которые плевались от таких автомобилей, скоро, я думаю, что начнут себе искать что-то подобное. И чего кривить душой? Это хороший поджопник. Это надежный, хороший поджопник, который будет вас возить, возить, возить и не тратить ваши деньги, не тянуть из вас ваши деньги на себя. И эти деньги вы запросто сможете потратить на гречку, туалетную бумагу, маски. Ну, вы поняли. Наш клиентный вопрос. Что? Хочешь задать нашим зрителям вопрос? Давай, сколько стоит этот автомобиль? Нет, не важно, сколько он стоит. Вот надо встать вот отсюда, посмотреть на него вот так вот. Ну. А теперь подойти. Встать вот отсюда, посмотреть так же. И понять, что здесь отличается. В смысле? Ну, вот давай еще раз, друзья, если вы понимаете, о чем лечь, посмотрите с этой стороны на вот автомобиль. И посмотрите вот с этой стороны на автомобиль. Напишите в комментариях, вы вообще видите райзензон? В смысле, такие же двери, все одинаково. Или подожди, подожди секундочку, может быть. Подожди, я специально покажу под углом. Давайте, смотрим еще раз, друзья, мы смотрим под углом. Вот освещение. И смотрим с этой стороны. Кто понимает, в чем отличие, пишите в комментариях. Это подогрев заднего. А как оно должно загораться, или как узнать, что он включен? Да, он должен сгораться. Включен, выключен. Включен, чередежка щелкает. Сейчас посмотрю на заднем стекле. Сейчас оставлю, поставим. Причем, тут прогрев заднего стекла смотрел. Лампочка, индикация не горит. Индикация на этом самом? На лампочке, да. Включена по свету. Да, да, да. Кондей сгорается, а подогрев стекла нет. Ну, сейчас надо, посмотрите, стекло нагреется. Да, фары, только сигнал у вас здесь. Ага. А вот так не крабит, тут руль кожаный. Это очень классно. Ну, типа кожаный. Нет, это не кожзамый, это нормальный руль, да. Смотрел у них некоторых вообще пластмасска. Да, это попроще комплектация. А так вообще впечатление от автомобиля? Да, хорошо, все. Еще и не видели, уже понравился. Миссанчик бегает? Бегает. Отлично. 15 тысяч откатал, только масло, фильтр. Супер, супер. Так, капот открыли, да? Ладно, друзья, все, должен со всеми попрощаться. В общем, всегда показываем свою работу, показываем, где какие автомобили находим. Если есть вопросы, пишите, звоните. Все консультации у нас бесплатные. Всегда подскажем, как вам даже самостоятельно купить машину, не вляпаться. Не забывайте про прямые эфиры на автомобильную тему по четвергам в нашей группе ВКонтакте. И, в принципе, участвуйте в жизни сообщества Клинликар. Спасибо, друзья. Всем пока.